Кто знает такое слово эмуна? Вера. Лингвистически в иврите слово эмуна связано с такими словами, как неэманут. Что такое неэманут? Верность. И слово связано со словом эмет. Что такое слово эмель? Истина. И если мы правильно понимаем слово эмуна, вера, верить, это верно следовать за предложенной Богом истиной. Понятно вам, что такое эмуна библейская? Не та эмуна, про которую некоторые рассказывают в сказке, что она помогает нам летать. Иногда она может. Очень в редких случаях. Но эмуна, библейская вера, это наша способность верно следовать за истиной. Шубат шалом всем. То, что Леон сказал уже, эмуна, вера, или эманут, верность, это часть, как раз, моей проповеди сегодня. Но я хочу прежде помолиться. Господь, я благодарю Тебя за то, что мы действительно оправданы кровью Ишуа, Мессии. Я прошу, чтобы Ты сегодня говорил то слово, которое Ты желаешь. Используй меня, Боже. Помоги высказать так, как нужно. Самому не запутаться, Господь. Ты проявляешься в нашей немощи, в нашей слабости, Господь. Я прошу, чтобы это было слово благословением, которое может укрепить и назидать. Благодарю Тебя во имя Ишуа. Аминь. Мы решили с Леоном вместе сделать несколько серий проповедей, как когда-то, если кто-то помнит, мы делали по Евангелию от Матфея на горной пуроповеди. И сейчас мы хотим поговорить о послании филиппийцам. Это третья глава, поэтому вы можете сейчас открыть. И мне достались такие стихи, я прочитаю их, это седьмого стиха. Но что для меня, это Шауль, Павел говорит, третья глава, седьмой стих. Но что для меня было преимуществом, то ради Машиаха я почел Читою. Да и все почитаю Читою ради превосходства познания Ишуа Мессии, Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Машиаха. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру в Машиаха, с праведностью от Бога по вере. Знаете, когда мы читаем эти стихи, и Павел говорит, я все это вижу как ссор, для меня все как будто устарело, я от всего отказался ради Ишуа Мессии. Многие люди начинают это сразу комментировать в разных направлениях. Некоторые говорят, что вот Шауль, который был фарисеем, который был великим провином, ученым, который толковал как-то Тору и соблюдал все, вдруг он перешел в христианство. Некоторые так это говорят. Некоторые говорят, что он все забросил, перестал все соблюдать, и кашрут, и какие-то еще дела, и стал просто идти за Ишуа. И чтобы понять действительно, о чем здесь говорится, нам нужно посмотреть вообще фон исторических событий. Я хочу прочитать несколько стихов вперед, начиная с самого начала, потому что эти вещи очень связаны с первыми стихами, которые здесь Шауль говорит. И там уже можно высветить. Итак, самого первого стиха. Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. То есть, что-то Павел уже писал им, и поэтому он здесь повторяется. Он говорит, берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезания – это мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Машехом Ишуа, и не на плоть надеющиеся. Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. «Обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности – гонитель Церкви Божьей, по правде законной – непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Машеха я почел читаю». Итак, то есть, вот это стезорический фон. Павел пишет филиппийцам. Филиппийцы, это можно сказать, если мы посмотрим все его писания, это была одна из его любимых собраний. То есть, он там много потрудился. Это было то собрание, которое почти всегда, то есть, другие так не делали, но они всегда поддерживали Павла в финансовом состоянии, все время молились о нем, он часто им писал. И у филиппийцев, у них было также внутри себя какие-то разногласия. У них были вещи, которые они претерпели. То есть, они испытывали гонения с одной стороны. У них были разногласия внутри себя, из-за разных людей, о которых здесь Павел говорит. То есть, много чего происходило. Были разные ереси и учения. И вот Павел им пишет, он говорит, «Берегитесь злых делателей, берегитесь псов, берегитесь обрезания». То есть, вот это вот главная тема, которую Павел поднимает. И с этого всего здесь и начинается. И мы знаем, что многие послания, которые писал Павел и галатам, и римлянам, эта тема очень часто там поднималась. Кого он так называет? Почему так грубо? Кого-то он, можно сказать, даже оскорбляет. Злых делателей называем и псами. А эти в иудаизме, особенно в том время, пес или собака, это не было таким достойным животным, как сегодня. Мы каждого берем домой, ухаживаем за ним. Если вы даже сегодня посмотрите, ни один религиозный людей он собак дома не держит. Потому что пес – это самое худшее животное, которое может употребляться вообще в торе. То есть, это оскорбление. Самое худшее, что может есть. И вот Павел кого-то называет псами. О ком здесь идет речь? Скорее всего, здесь речь идет о иудеях. Но скажу, каких. То есть, были евреи, то есть, когда-то они были язычники. Но они были празелиты. То есть, они приняли геюр, они обрезались и стали частью еврейского народа. Многие из них, они даже уверовали в Мессию. И они были частью филиппийской общины. Они были частью в галатах собрания. Они были среди римлян. То есть, было таких немало. Но что у них была проблема в том, что они все время настаивали на обрезании. Мы знаем, что обрезание – это был завет с Богом. То есть, Бог, когда заключил завет с Авраамом, Он сказал, Он дал обрезание в знак этого завета. То есть, это должен был знак быть на плоти. Он должен был быть как-то виден, прочувствован через боль. И вот было у евреев, оно сегодня есть. То есть, особенно в то время они считали, что если человек обрезался, который был язычник, когда он обрезался, он становился частью Божьего народа. Это давало ему какое-то превосходство. И в иудаизме считалось очень оскорбительным напоминать, то есть, про Зелиту, тому человеку, который прошел геюр, о том, откуда он пришел. И здесь Павел вот таких вот людей называет псами. Почему? Потому что, с одной стороны, евреи, они часто язычников так называли. Почему они их так называли? Потому что они считали, что у них нет вообще части в будущем мире. Сегодня многие ортодоксальные, очень ортодоксальные группы говорят про человека, который не из еврейского народа, что у него даже души нет. То есть, настолько это, не знаю, глупо. Но раньше тоже какие-то вещи вот эти вот были. И обрезание, на этом очень сильно ставился акцент. И многие вот иудеи, они говорили, что если язычник хочет как-то присоединиться даже к телу Мессии, его нужно обрезывать. По-другому никак. И мы знаем, что многие из-за этого просто немножко отстранялись от вери. И именно поэтому в деяниях апостолов потом происходит встреча верующих. И они решают, что же делать нам с язычниками. И решают, что не надо никому обрезываться, а нужно соблюдать одно, второе, третье. И вот именно здесь идет вот это вот, поднимается проблема. Павел говорит, обрезание, оно вам не нужно. Вы хотите гордиться вот этим вот обрезанием по плоти, что вы что-то имеете в Яшуа Мессии, какой-то иторон. Вы имеете какое-то превосходство. Он говорит, посмотрите на меня. Он говорит, я имею намного больше прав гордиться. И он перечисляет здесь несколько вещей. Он говорит, я обрезанный восьмой день. Вот эти вот слова как раз подтверждают то, что он говорит не просто к еврею, который родился евреем, а именно к празелиту. Потому что любой еврей, он обрезывается в восьмой день. Павел говорит, я обрезан в восьмой день. Он говорит, я еврей от евреев. То есть две мои линии, и мама, и папа, они евреи. Он говорит, как здесь дальше? Он говорит, он говорит, из рода Израилева колено Вениаминова. Знаете, в то время колено Вениамина, оно считалось очень таким достойным, привилегированным коленом. Даже когда многие израильтяне, когда было разделение, отпали, то колено Вениамина именно одно держалось за Господа вместе с Иудой. Они были вместе и держались за Бога. Поэтому он говорит, я не просто даже еврей, но я могу проследить всю свою линию родословную до самого конца, до самого Авраама, у меня все прописано. То есть он мог этим очень сильно гордиться. Кроме этого, он говорит, я по учению фарисей. То есть фарисей, естественно, это элита общества была. Он был мудрейший раввин, который учился у ног Гамлеила, который получал вот эти вот знания, который мог разрешать даже какие-то споры. Он говорит, я фарисей по учению. По ревности гонитель церкви Божьей. Сегодня мы говорили про Пинхаса. У Пинхаса, Финеса, была сильная ревность. Он был готов даже пойти и убить, и заколоть. С одной стороны, как бы что-то приступить к Божью заповедь. Но это движело им изнутри, ради Господа, ради соблюдения чего-то другого и правильного и достойного. Шауль в свое время, он тоже считал, когда он был фарисеем, что нужно гнать всех тех, которые как-то не так понимают Писание или богохульствуют. Это было в его понимании, и он гнал верующих. Он говорит, у меня ревность. Я даже не просто хожу в собрание, служу и толкую в синагогах что-то, но я еще что-то делаю сверх того. Многие сегодня религиозные братья, я для хим, они делают какие-то вещи, ужасные вещи. Могут даже кого-то подзарвать, и это неправильно. Но им, с другой стороны, движет что-то, что они считают правильным ради Бога. Павел был таким же, как они. Он говорит, по правде законной, не порочной. Вот эти вот самые сильные слова. О какой законной правде он говорит? Он говорит, я все вот эти заповеди, все списки, которые толкуют, всю Аллаху, которую есть, я полностью исполняю. Под каждой заповедью я могу поставить виз, сказать, я не согрешил здесь ни в чем. Он говорит, я не порочный. Он считал себя праведником. Праведником во всем. Праведником в исполнении всех этих заповедей. Он, конечно, его праведность не дотягивал до праведности, может быть, Захарий, который также был праведником. Потому что были в них какие-то отличия, может быть, мы о них поговорим. Но он считался непорочным. И вот здесь он говорит, все это, этим я могу хвалиться. Вы хвалитесь всего лишь обрезанием, которое вы сделали. Он говорит, я могу хвалиться намного больше. Он говорит, но это не нужно, потому что в Ишуа Господе, все это я почитаю за сов. Он говорит, в Ишуа Господе, все это не имеет никакого смысла. Что же Павел подразумевает? Что он имеет в виду? Нужно ли все бросить? Нужно ли все перечеркнуть? Нужно ли отказаться от всего, что он раньше учил или нет? То есть, вот об этом как раз мы и говорим. Когда речь здесь идет про обрезание, Павел здесь говорит такую интересную вещь. Он говорит, многие язычники, они приходят и обрезываются. Они тем самым присоединяются как бы к Божьему народу. Или есть евреи, которые он обрезан. Он часть Божьего народа. Есть другой путь. Язычники, которые уверовали в Ишуа Мессию, они становятся также частью еврейского народа. И они становятся частью тех обетований, которые Господь обещал Аврааму. Потому что они прилипают по вере через Ишуа Мессии. И вот тут вопрос, он говорит, мы можем увидеть два видного обрезания. Одно по плоти, другое обрезание по духу. Евреи, которые обрезаны по плоти, но не принявшие Ишуа Мессии, он остается быть евреем, с ним ничего не происходит. Он как был еврей, так и остался. Он остается быть частью Божьего народа. Но в римлянах Павел говорит, он отсечен от ветви. Он отсечен от всей этой лозы. Он отпадывает своим неверием, потому что не принимает Ишуа Мессии. С другой стороны, еврей, который поверил в Ишуа, или язычник, который поверил в Ишуа, он прилепляется вот к этой ветви. Он становится также частью Божьего народа. Но давайте продолжим дальше. Павел говорит, что все это я почитаю за ссор. Все, что было для меня преимуществом, сейчас не имеет никакого смысла. Ради познания Ишуа Мессии. Знаете, слово познание, слово ладад, дад, это слово, которое имеет глубокий смысл и глубокое значение. Написано, Адам познал Еву, и стали двое одной плотью. Павел говорит, я хочу познать Ишуа. И с того момента, когда я получил откровение о нем, я пытаюсь каждый день в своей жизни познавать его все больше и больше. Я присоединяюсь к нему и становлюсь как будто одним целым с ним. Про это Ишуа часто говорил. Я и Отец одно. Он говорит, я хочу, чтобы и вы были во мне едины. То есть вот это вот единство получается. Павел говорит, когда я начинаю познавать Ишуа Мессии, я уже начинаю смотреть по-другому на жизнь. Я думаю, каждый из нас в тот момент, когда он покаялся, когда он обратился и принял Ишуа в свое сердце, мировоззрение наше начинает меняться. Что происходит? У каждого из нас есть какой-то багаж, который мы несем. Есть то, в чем мы научались. Есть те вещи, которые мы делали правильно или неправильно. И вот когда Ишуа входит в наше сердце, уже с того момента начинает что-то меняться в нашей жизни. Есть что-то, что мы готовы выбросить как мусор. Оно нам не нужно. Есть что-то, над чем мы начинаем работать, чтобы изменить его. А есть что-то, что мы берем, то, что мы умели делать и направляем это для достижения Божьих заповедей. Например, человек хорошо пел, он может быть выступал даже в какой-то группе, и он мог ходить, рок-группа или какая-то группа, у него хороший голос, но все его вот это вот служение, не служение, то, что он делал, весь его талант, он был направлен не в ту сторону. И когда Господь открывается такому человеку, это не значит, что он прекращает всю свою карьеру и все это оставляет. Нет. Он берет вот это, то, что он умел, все вот эти навыки и начинает направлять в другую сторону. Если человек умел рисовать или был скульптор или еще тому подобное, он это не выбрасывает, он продолжает это делать, но теперь для того, чтобы прославить Бога. То есть понимаете, улавливаете мысль. Павел тоже был толкователь. У него было, были мозги, он понимал в Писаниях все их тонкости. Это не значит, что теперь, когда он вдруг уверовал, он это все перечеркнул и сказал, все это не имеет никакого смысла. Есть какие-то вещи в нашем характере, которые мы видим, что они не угодны Господу. И мы начинаем трудиться над ними. Мы начинаем прилагать все усилия, чтобы измениться. Это происходит в течение нашей жизни. Но познание Ишуа изо дня в день. И то откровение, которое получил Павел, оно помогало понять истинную природу Бога. Оно помогало понять Его волю и взаимоотношения с самим человеком. Через это познание, через познание Ишуа, мы начинаем лучше понимать и Божью волю, и саму Тору, и ее заповеди. Божьи заповеди начинают раскрываться в их истинном, как это сказать, в их истинном понимании. Мы начинаем глубже понимать значение этих заповедей. И представьте, вот такой вот человек, как Шауль, который был научен всем тонкостям, который соблюдал все-все-все вот эти вот правила того времени, религиозные правила, который мог гордиться тем, что он делал, что он был ревнитель по Богу. Он ходил и делал какие-то действия ради того, чтобы угодить Богу. Именно Павел, Шауль, никто другой, как он, не мог более и лучше всего начинать понимать то истинное, вторе, что было дано. Именно Павел мог хорошо отсеивать зерна от плевел. Именно Павел мог понять, о чем все-таки Бог пытался донести Божьему народу через свои заповеди. Именно Павел мог лучше всех понять понимание Туры и отделить его от того искаженного понимания, которое со временем превратилось просто в перечень правил, которые люди соблюдали автоматически. И вот именно здесь Павел именно про это пишет. То есть, как законник своего времени он понимал и знал, что, чтобы быть праведным перед Богом, он должен был соблюдать один, два, три, четыре, пять, шесть, и тогда он будет выглядеть хорошо и в глазах других, и в глазах Божьих. И все это он делал. Но когда Машех открылся ему, теперь он начал, он теперь взглянул по-другому. Знаете, сам Ишуа не раз говорил про это, про соблюдение вот этих вот правил, которые действительно и в то время, и в наше время превращаются иногда в законничество. Написано, что Ишуа когда-то сказал фарисеям, это Матфей, пятнадцатая глава, седьмой, девятый стих. Он говорит, лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исайя, говоря, приближаются ко мне люди сии, устами своими, и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, нечетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим. То есть, заповеди человеческие. Я думаю, может быть, многие из вас слышали такую историю, которая называется печь Ахная. Слышали? Может быть? Я думаю, слышали ли, он даже ее тоже не раз рассказывал, что когда-то ученики спорили, что правильно, а что неправильно. Один человек построил печь, она была построена из глины, и тогда пришли все и стали говорить, твоя, говорит, печь не кошерная. Он говорит, как это, почему не кошерная? Говорит, не кошерная, потому что если ты там что-то варишь, молочное, например, оно все брызгивает, впитывается вот в эту вот глину, а потом ты варишь мясное, и оно с друг другом смешивается, твоя печь не кошерная. Пришел их не учитель, по-моему, Яков его звали, и он говорит, нет, это печь кошерная, и начался спор. Яков говорит, знаете, если я прав, то пусть вот этот ручей, который течет, он сейчас потечет в другом направлении, и вдруг раз ручей стал течь в другом направлении, он говорит, вот видите, это печь кошерная, и вот подтверждение моим словам. Они говорят, да ты что, мы не можем так толковать Тору, то есть, твое чудо, оно ничего не стоит. Он говорит, хорошо, пусть вот это вот дерево, которое здесь стоит, пересадится через 100 метров, и это будет подтверждение моим словам. И вдруг раз дерево пересаживается через 100 метров, они говорят, нет, это тоже не годится, по дереву мы ничего не можем сказать, мы не имеем права так толковать Тору. Он говорит, хорошо, пусть тогда вот этот вот бейт-мидраж, который здесь стоит, если, говорит, я прав, пусть его стены рухнут. И тогда вдруг вот этот бейт-мидраж, который стоял, все стены начинают наклоняться, вмешивается другой раввин, говорит, а вы стены остановитесь, вы не можете вмешиваться в разговор мудрецов. И стены остановились, вот так вот криво стоят, чтобы не обидеть ни одного, ни другого. Вот, и тогда вот этот учитель говорит, хорошо, тогда я, пусть будет так, что сам Господь с неба вам проговорит. Пусть придет Бат-Коль с неба и скажет, что если я прав, пусть выйдет голос Божий и провозгласит это. И вдруг голос с неба говорит, он прав. Послушайте, он прав. А все евреи поворачиваются и говорят, мы не можем толковать Тору. Она не на небе и не на земле. Она в руках наших. Муше нам ее дал, и мы имеем право ее толковать. И никакой голос с неба не скажет нам, как мы должны поступать. И вот именно оттуда, не именно оттуда, а вот вообще, то есть так и происходило с Торой. Были многие написаны разные Аллахот. Леон говорил про Аллахот. И я не говорю, хорошие они или плохие. Но много всего было разных учений человеческих, про которые здесь Ишуа употребляем, которые вошли в жизнь человека. И сегодня даже, когда человек говорит, я хочу лохзор бычува, да, все знают такое выражение. Говорит, когда я хочу покаяться, обратиться к Богу, куда он обращается? Знаете, что в иудаизме человек, который хозер бычува, он на самом деле не обращается к Богу. Он обращается к исполнению заповедей. Перед ним сразу выставляют перечень, список, которые он должен соблюдать. О Боге даже никто не говорит. А об отношениях с Богом никто не говорит. А вот о соблюдении заповедей, да. И Павел говорит, я все это соблюдал. Он говорит, но на самом деле, в Ишуа Мессии это все ерунда, потому что не это дает превосходство, потому что не это меня оправдывает. И знаете, вот слово «цдака» или «цодек» или «цдака», оно имеет два вида. То есть первое, это когда мы, то есть это праведность нашего поведения или хорошей поступки. Это первый вид. То есть человек, который цадик, это который правильно поступает, правильное поведение у него есть. Но есть другая «цдака» или «цдака». Это судебная, которая используется в суде. То есть что это значит? Это, то есть та праведность, когда человека прознают праведным в том смысле, что первое, Бог снял с него вину за прежние грехи, которые у него были. А второе, что Бог дает ему новую человеческую природу, которая склонна повиноваться Богу и не бунтовать против Него. Псалом 31, можно высветить даже. Там написано, Давид говорит такую вещь. «Блажен человек, кому отпущены беззакония. Блажен человек, кому прощены грехи, и в духе его нет лукавства. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства». То есть смотрите, он говорит, «Блажен этот человек, Бог его оправдывает, несмотря на все его грехи, которые он делает в своей жизни. То есть несмотря на все его поведение, пытается он делать что-то доброе или пытается он делать что-то плохое. Он блажен, потому что Господь сам решил его оправдать. Не по действию его, этого человека, а потому что Господь проявляет инициативу и дает какое-то оправдание. И вот об этой праведности здесь пишет Павел. Говорит, эта праведность не от дел. Это я уже перешел к 9 стиху. И найти с нем не со своей праведностью, которая от закона, а которая через веру в Мошеха, с праведностью от Бога. И вот эти вот две виды праведности. Знаете, в иудаизме всегда было ударение на первое. То есть делай, 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 и ты будешь оправдан. И почему это так происходит? Во второзаконии, когда-то Моше сказал, это второзаконие, 6 глава, 25 стих, если я не ошибаюсь, последний стих. Моше сказал такую вещь. Он говорит, и в чем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицом Господа, Бога нашего, как Он заповедовал нам. То есть Моше им еще тогда сказал, нашему народу на Синае, он говорит, в этом будет наша праведность, если мы будем исполнять все эти заповеди. Исполнять заповеди это хорошо. И то, что все время пытается сказать Павел, это не значит, что он тоже нарушил все заповеди. Это не значит, что он перестал исполнять заповеди, перестал праздновать праздники. Мы даже видим наоборот и больше, что он продолжает входить в храм, и даже жертву продолжает приносить. После того, как еще уже воскрес, он все равно продолжает приходить в храм и приносить жертву. И он там говорит и объявляет перед всеми евреями, он говорит, я не нарушил ни одних заповедей перед Богом. И даже преданий не нарушил старца. Он говорит, как я был верен всему, так я и продолжаю все это делать. Но что же пытается Павел показать нам? Он пытается показать, что просто исполнение заповедей, какого-то списка, когда нету сердца, когда оно не приложено, оно, во-первых, ничего не дает. Не дает перед Богом никакие твои поступки, которые ты делаешь, потому что ты сам не оправдаешься никогда. Потому что, чтобы оправдаться, ты должен быть верен ему во всем. Не только на словах, но и на делах. И если даже привести самого Павла в пример, мы можем посмотреть, что Шауль, Павел, следовал с одной стороны всем преданиям, он был написан безупречным во всем, но при этом его сердце, оно было исполнено гордостью. Он мог этим гордиться, и он гордился тем, что он делает. Он этим даже выделялся до своего откровения, которое он получил от Ишуа. А когда у человека есть гордость внутри, оно просто противоречит всей Тореи. Потому что Бог, он требует смирения. Поэтому Павел, может быть, по списку тех дел, которые он делал, он мог быть праведником или считать себя праведником, но по Торе, по Божьим заповедям, он не был таковым, потому что гордость была в его сердце. Вспомните ту притчу, которую рассказал Ишуа. Говорит, два человека вошли в храм помолиться. Говорит, один был фарисей, а другой был грешник. Первый говорит, спасибо тебе, Господь, за то, что я не такой, как тот. Я соблюдаю все заповеди, я пощусь, я соблюдаю все праздники. Я все, 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 вот эти аллахот, которые есть, я все это исполняю. А второй просто сказал, прости меня, Господь, потому что я грешник. Ишу говорит, кто ушел оправданнее? Второй. Почему второй? Почему первого не оправдали? Разве он плохо что-то делал? Он отлично все делал. Он все делал правильно. Он соблюдал все заповеди, это было правильно. Но гордость была в его сердце. В нем было что-то, что с одной стороны могло подчиняться только листу, спискам тех дел, которые нужно делать. Но не было вот этих вот отношений с самим Богом. А второй, он смирил себя. И тогда Божье прощение могло прийти. И вот эти вот стихи, которые мы читали. Блажен человек, которого оправдывает Господь, которому не вменяет он греха. Он был грешник, но Бог его прощает. Потому что праведность, она зависит от Бога, который оправдывает. Знаете, на одной лекции, не на одной лекции, а в одной семинарии, на экзамене спросили у одного студента, скажи, оправдываемся ли мы делами? То есть он долго думал, а может и не долго думал, он сказал, конечно же нет. Мы оправдываемся не делами, а мы оправдываемся по вере. И тогда тот, который проводил ему экзамен, он сказал, знаешь, ты ошибаешься. Мы оправдываемся делами, только не нашими, а делами Ишуом и Синь. И вот в этом очень важная суть. Именно вот в этом Павел в последнем стихе пытается понять. И именно вот это не все мы всегда понимаем. Знаете, мы оправдываемся не нашей верой. Еще раз, мы оправдываемся даже не нашей верой. Не в то, что мы просто поверили. Написано, бесы тоже веруют. Мы оправдываемся даже не то, что нашей верой и нашими делами. Совсем нет. Знаете, многие ученики, ученики Ишуа, они в начале своего пути тоже думали, что нужна вера и к этому еще мы осим какие-то, какие-то дела, чтобы оправдаться перед Богом. Павел говорит, братья, сестры, вы, говорит, ошибаетесь, вы заблуждаетесь. У него были большие споры по этому поводу в Галатии. Он говорит, ваши дела, они ничего не стоят перед Богом. И ваша простая вера, она тоже ничего не стоит. Потому что мы оправдываемся верностью Ишуа Мессии. Из-за того, что Ишуа был верен, вот поэтому мы получаем оправдание. Когда мы начинаем верить в Ишуа Мессию, то его заслуги, они переходят нам. Не по нашим делам и не просто по какой-то вере абстрактной, но именно верностью Ишуа Мессии. И вот эти вот слова, которые сегодня Леон сказал, эмуна и наиманут. Вот именно вот этого требует Господь. То есть, именно Ишуа, он был наиман или верный полностью во всем. То, что он был смиренный и смирил себя даже до смерти. Именно он получил вот это вот наказание, которое полагалось каждому из нас. И именно его верностью и его делами мы оправдываемся, а не просто нашей верой. И я думаю, что вот это вот важно каждому из нас понимать. Может быть, это всего лишь теория, теология, но это то, что может нами двигать. Я хочу немножко сказать, знаете, может быть, даже не в заключение, а вернуться. Очень часто мы пытаемся, как люди, что-то проявлять. Мы слышим проповеди, что вера должна подтверждаться делами, и это правильно. Когда Господь входит в наше сердце, Он нас так очищает и заповеди свои Он записывает на нашем сердце, что мы из любви начинаем что-то делать и меняться. То есть наши изменения и соблюдение каких-то заповедей, они должны происходить из любви к Богу, а не для того, чтобы просто поставить галочку. Вот я утром встал, помолился, вот я пришел на собрание, сегодня был, вот я раз прочитал что-то, и мы ставим эти галочки, и мы сами себя иногда так утешаем, «Вау, я хороший верующий, больше Бог меня любить, наверное, будет». Это неправильно, это заблуждение. Бог вас любит всегда одинаково. Он вас очень сильно любит. И не потому, сколько дел вы сделаете, но чем больше Он будет в вашем сердце, тем сильнее в вас самих будет эта любовь к Богу, тем больше вы захотите что-то делать для Господа. Представьте просто, на самом деле, даже, я могу дать живой вам пример, вот возьмите Александр Бленд, знаете, да, такого? Он был бывший раввин когда-то. Он тоже исполнял все. Делал он это из сердца или не из сердца, я не знаю, он знает. Но вот когда вдруг Мессия открывается в его сердце, я, конечно, не могу точно за него говорить, но он начал понимать, что какие-то вещи может быть в иудаизме, вот те самые правила, которые были, которые были учением человеческим, они не актуальны. Он их не должен делать из-за того, что кто-то сказал, что их так нужно делать. То же самое было с Шауля. И вот именно вот это все он считал за мусор и за ссор. Он не хотел законничества. Мы когда просто читаем, в греческом, на котором писалось, писался Новый Завет, нету слова законничества. Везде употреблено закон, закон, закон или Тора. Не было такого даже понимания, как законничество. Но скорее всего именно это Шауль имел в виду. Он говорит, многие люди, они стали как рабы, просто исполнители вот этих вот заповедей, которые придумали и тем самым хвалятся. Он хотел, чтобы было что-то больше. Он говорит, это вам не нужно. Он говорит, с одной стороны перед Богом все равны, все одинаковы. в Божьей любви. Он всех видит одинаково, и язычника, и еврея. Конечно, евреи гордились тем, что Бог им вложил Тору, что они избранный народ, и поэтому унижали где-то других. Но Павел говорит, на самом деле в Ишуа Бог любит всех одинаково. И сам Господь через верность Ишуа дает всем прощение и всех оправдывает. И никто из нас и из них не может предъявить перед ним какие-то дела в свою заслугу. Потому что он говорит, все согрешили и все лишены славы Божьей. И в Новом Завете, в еврейском Новом Завете хорошо написан перевод. Это в Евреям, это в Галатам, второй главе. То есть там та же самая была дискуссия насчет оправдания через веру. Там написано «При этом мы узнали, что человек признается Богом-праведником не на основании своего законнического соблюдения предписаний Торы, но через доверие и верность Мессии Ишуа. Потому что мы также поверили Мессии Ишуа и стали верными Ему, чтобы нас провозгласили праведными на основании доверия и верности Мессии, а не на основании нашего законнического соблюдения предписаний Торы. Поскольку на основании законнического соблюдения предписаний торы ни один человек не будет провозглашен праведником классный перевод здесь не соблюдение законническое соблюдение правил торы без понимания в тупую но никогда тебя не оправдали но оправдание приходит от верности и шло мессии и в заключение чтобы все это озаглавить павел не отказывался от того в чем он был наставлен он смог просто понять глубже истинную тору и какие-то вещи направить в правильном русле он мог начать по-настоящему исполнять то что предписывалось богом они человеками павел продолжал соблюдать все правил павел продолжал делать обрезание и обрезал даже некоторых он говорил если ты еврей есть какие-то законы которые ты должен делать их просто бог приписал и ты делай их но не гордись этим потому что не этим ты оправдываешь ты это делаешь делай с любовью к богу и делай в понимании сердцем многих даже сегодня иногда не то что обвиняют многие даже сегодня так же как и в то время были после своего обращения пытались как-то что-то делами добиться пытались всех обрезать или есть люди которые представьте просто человек который жил без торы без всякого понимания и который не знал никаких заповедях когда вдруг он возвращается к мессии его сердце что-то происходит есть два направления некоторые начинают полностью пренебрегать всеми заповедями говорят это все не нужно это все устарело а есть другие которые наоборот пытаются все исполнять как можно больше даже сегодня если взять особенно за границей есть некоторые собрания которые называют мессианские классные собрания но они пытаются так много всего делать что даже мы по сравнению с ними вообще ничего то есть почему это происходит потому что остается неверное понимание самого господа его любви аллаха это классно и это хорошо это нужно для нашей повседневной жизни вопрос как ты ее исполняешь и для чего ты ее исполняешь часто мессианских евреев обвиняют в том что мы законники но павел пытается показать здесь две картины совсем разные он будет есть оправдание которое происходит только через и шоу а есть обыденная жизнь есть правила и заповеди которые бог предписал и эти вещи они не идут одна взамен другого только еще через него оправдание остальные вещи он где делайте ягод продолжают делать как и делал раньше поэтому и мы должны продолжать делать то в чем мы научены и пытаться понять бога ближе чтобы все что мы делаем оно исходило из нашего сердца чтобы она была от того насколько мы благодарны ему они для того чтобы поставить галочку хочу помолиться господь я благодарю тебя за твое слово боже я знаю что может быть какие то вещи они более теологически но я думаю что есть что то что каждый из нас может для себя внести я прошу господь чтобы вот это понимание той великой любви и милости которую господь совершил для нас оно просто так сильно наполнило нас наши сердца чтобы оно проникло в нашу внутренность господь чтобы мы начали по другому смотреть на мир чтобы наше искаженное понимание заповеди или самого бога оно могло направиться в правильное направление господь и чтобы мы могли служить тебе с любовью чтобы мы могли служить тебе с радостью от избытка нашего сердца я прошу чтобы каждому из нас ты показал свой путь как двигаться и то добро что есть в нас чтобы мы могли использовать для созидания твоего царства как делает это каждый из апостолов мы благодарим тебя во имя Ишуа амэн